Дмитрий Николаевич, есть еще один крупный проект, он региональный и в то же время общенациональный, это инфраструктурный, это мост через Кенческий пролив между Крымом и Кавказом. Как там работа идет? 30 января принято распоряжение правительства, которым определены исполнители работы, генеральный подрядчик на строительство моста и утверждены основные условия контракта на строительство этого моста. Это распоряжение явилось результатом достаточно длительных, сложных конкурентных переговоров, целью которых было выбрать надежную строительную организацию, которая обладает необходимым имуществом, необходимым опытом, силами для того, чтобы выполнить этот сложнейший проект, который строится в сложных и геологических, и гидрологических условиях. В результате конкурентных переговоров удалось снизить и за счет оптимизации в ходе переговоров, оптимизации технологических решений и за счет конкуренции между различными строительными организациями, снизить предельную стоимость моста на 19 миллиардов рублей. В соответствии с действующей федеральной целевой программой почти 247 миллиардов рублей стоит этот переход. Сегодня предельная цена по распоряжению правительства и по контракту, который в настоящее время заключается, 228,3 миллиарда рублей. Эта цена не в ходе проектирования, не в ходе строительства, не может быть изменена по условиям контракта. Предусмотрены достаточно жёсткие меры финансовой ответственности подрядной организации за невыполнение условий контракта, ключевым из которых является предельная цена и срок строительства. Срок начала рабочего движения по мосту в декабре 2018 года по условиям контракта. Некоторые возможные подрядчики сами отказались от этого? Были в ходе переговоров с жёсткими условиями, с требованиями предоставления гарантий, были и такие факты. Некоторые подрядные организации отказались от участия в этом конкурсе. В настоящее время опережающим темпом строятся подходы с Таманского полуострова, подходы к мосту, железнодорожная инфраструктура и автомобильные дороги. Они необходимы, должны быть построены в кратчайшие сроки для того, чтобы организовать подвоз строительных материалов и грузов. На Таманском и Керченском полуостровах будет одновременно строиться 11 линейных объектов и 6 государственных заказчиков. Для координации работы создан штаб стройки, в настоящее время разрабатывается, в марте месяц должна завершена, общая документация по планировке территорий для того, чтобы оптимизировать изъятие, выкупы земли, затраты бюджета на выкуп земли. Это все должно быть оптимально размещено в одном коридоре. Общая схема организации строительства всех этих объектов. Определены общие потребности основных строительных материалов, техники, логистическая схема их доставки, источники доставки. И в общей схеме организации строительства должны быть также определены места складирования, места складирования материалов, размещения техники. Работать люди будут в основном вахтовым методом городков-строителей и так далее. Вся эта работа в настоящее время близится к завершению. Сколько полос движения окончательное решение? Четыре полосы движения, две в одну сторону, две в другие, и две железнодорожные нитки. Тоже в одну и другую? Да, в одну и другую сторону. Хорошо, спасибо.